Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я расскажу, как сделать даже самый жесткий кусок мяса очень мягким и вкусным. Я буду использовать два варианта маринадов. Один маринад, он английский, я его же опробовал на Дикой Козочке, как я готовил вкусное мясо ноги Дикой Козы, ссылочка вот здесь сверху. А второй вариант, это вариант из советского кулинарного справочника. Именно сегодня я покажу, как сделать отличные маринады для мяса, которые сохраняют природный вкус мяса и дают ему очень хорошую нежность. Вы скажете, уже давно все известно, можно взять киви, и сок киви прекрасно размягчит любой кусок мяса. Да, это один из способов, но я его специально не беру, потому что после того, как киви размягчит мясо, у него будет совершенно другая текстура и другой вкус. Какой же кусочек мяса я взял для эксперимента? Конечно же, вы угадали, это барашек. Но у барашка есть разные части туши, одни мягче, другие жестче. Я взял именно ребрышки, потому что они в большинстве случаев требуют длительного приготовления при низких температурах. А шашлык из ребрышек это нужно сделать из очень молодого животного, которое еще очень нежное и мягкое. У меня попался очень-очень старый баран, даже седло у этого барана было ужасно жестким, и поэтому для эксперимента как нельзя лучше подходят именно ребрышки. И именно сейчас я буду готовить маринад для второго способа. Для маринада я буду использовать морковку, черешковый сельдерей, класс, как же он классно пахнет, черный перчик, хвостики от петрушки, чесночок, лучок, соль, соль и сахар. Вот здесь у меня 2% уксус. Но обычно на кухне у нас есть только 9% уксус, или даже уксусная эссенция. Как же сделать из 9% уксуса 2%? Очень просто. Нужно на одну часть уксуса, например, на 100 грамм обычного 9% уксуса, добавить 350 грамм воды. И у нас получится 450 грамм обычного 2% уксуса. В уксус я складываю все овощи, перчик, лавровый лист. На 1 литр маринада я кладу столовую ложку сахара и столовую ложку соли. Несколько листиков лаврового листа. Нагружаем сюда все, доводим до кипения и на очень тихом огне греем минут 15-20. После того, как маринад остынет, я сюда опускаю половину от ребрышек в один маринад, а во второй маринад, который у меня сделан на основе обалденного домашнего вина и хорошего винного уксуса, я опускаю вторую половинку ребрышек. И они будут мариноваться целые сутки. Мясо промариновалось уже сутки. Я сначала ребрышки все обжарил и теперь ставлю их в духовку. А к ребрышкам, конечно же, лучше всего подходит красное сухое вино. Это вино мое, я его сделал сам. Оно еще молодое, но с большущим потенциалом. Для того, чтобы не запутаться в кусочках ребрышек, я те ребрышки, какие были в маринаде из вина, вставил в зубочистки. А те ребрышки, какие были по классическому советскому рецепту, без зубочисток. Вот эти три кусочка я замариновал в маринаде от английских поваров. А эти три кусочка я замариновал в обычном столовом уксусе. Я хочу начать пробовать именно с маринада, который сделали за границей. Вернее, не сделали, а взял его рецепт я. Ребрышки готовились при температуре 180 градусов ровно один час. Аромат. В аромате очень хорошо слышны именно нотки красного вина и красного уксуса, которые я здесь использовал. Мне все уже понятно. Я очень много делал именно ребрышки, и поэтому я знаю, как они выглядят, и какого они вкуса, какой они жесткости. Здесь удивительно, но именно ребра с этого старого жесткого барана достаточно мягкие. То есть, если бы я их не держал в маринаде, их невозможно было бы жевать. Они прекрасно жуются, мяско упругое, но именно характерное, как для ребрышка, нормального полноценного ребрышка. Но именно во вкусе маринада слышны и нотки и вина, и красного уксуса, и лука. Здесь очень много лука, но я делал его полностью по рецепту. Слишком, на мой взгляд, грубый вкус у маринада. Освежим рецепторы. Да! Мясо и вино. Если бы вы знали, как это классно, как это вкусно. Теперь попробуем такой же равноценный кусочек ребрышка, чтобы эксперимент был честным. Чистым. Чистым. Вот. Эти ребрышки мариновались в обычном маринаде на основе белого стволового уксуса. Здесь немножко другой набор овощей. Аромата уксуса абсолютно не слышно. Слышны нотки селедерея черешкового, которые сюда я добавлял. Мясо с этого кусочка намного жестче. Я хочу попробовать, возможно, это просто именно такой отрез, насколько другое мясо из другого ребрышка. То же самое я сделаю и с этим маринадом. Такой бы мне отрезать. Вот вот такой. Здесь полностью вся реберная лента с одного бока барашка. Здесь немножко помягче. Мягкое. Такое точно, как и там. Теперь я попробую еще кусочек с маринадом на основе красного вина. Из другого абсолютно куска. Это кусочек сарачины и пленочки, которые, конечно, не жуются. Попробуем вот здесь мясо. Тоже кусочек жесткий. Я сделал вывод. Оба маринада хорошо размягчают мясо, но именно то, которое нормальное мясо. Конечно же, не ребрышки, потому что сами ребрышки из старого животного нужно готовить определенным образом. То есть, длительное приготовление при низких температурах. Или такой термин, как slow cook. Я специально взял ребрышки, чтобы усилить именно контраст всех конфликтов, какие могут быть между жестким мясом и маринадом. Оба маринада справляются прекрасно со своей задачей, если мы правильно выбираем кусок мяса. Но, какой же маринад будет вкуснее? Мне больше понравился маринад на основе белого столового уксуса. Ура! Но, еще больше мне понравилось, конечно же, красное сухое вино и вообще мясо. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте вот такие огромнейшие лайки, пишите комментарии, пишите, какие рецепты маринадов для размягчения мяса используете именно вы. Подписывайтесь на мой канал, ссылочка для подписки вот здесь внизу, а вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня это самое спокойное место.